здравствуйте дорогие друзья сегодня на канале мейстер мейстер мы с вами поговорим о ноже производства американской компании керша который называется хаскер модель 1380 очередная новинка 2020 года такой недорогой нож китайской серии от американской компании керша если вы следите за этими ножами то уже наверное думаю знаете что большинство из этих ножей разрабатывается в недрах корпорации кай и выпускается на ее китайском производстве потому что он разработан свидетельствует такой вот небольшой значок на клинке который сейчас появился как на ножах керша так и на ножах zero tolerance он говорит о том что нож разработан инженерами самой компании как у многих ножей которые выпускаются в этой серии рукоять ножа стальная вот такие текстурированные половинки со специфическими насечками и на ноже использован замок фреймлок при этом ну можно сказать что здесь такая несколько упрощенная для этой компании версия этого замка лишенная сухаря мы с вами имеем дело с флиппером который сделан на пластиковых шайбах и снабжен с системой спиц сейф то есть система быстрого открывания внутри ножа есть пружина по сути дела суть ее работы примерно такая нужно просто нажать на плавник флиппера как только вы сдерните нож с детента пружина откроет клинок сама клинок ножа выполнен из стали 8 chrome 13 молебден ванадий ну скажем так заявлять что из себя представляет форма этого клинка я в данном случае пожалуй воздержусь то есть на мой личный взгляд это такое сочетание формы шифут и drop point но на самом деле клинок конечно на первый взгляд выглядит чрезвычайно функционально потому что это действительно очень прям действительно очень удобная форма для вот такой ежедневно режущей работы с одной стороны здесь довольно таки большая ее часть вот так попробую показать она может быть задействована при плоскостном резе при том что здесь достаточно небольшой клинок это важно и это действительно удобно с другой стороны это клинок который вот прекрасно позволяет пользоваться каким-нибудь вот такими хватами для того чтобы что-то поскрести сделать какую-то такую работу тоже действительно просто очень колоссально удобно на самом деле ну и с эстетической точки зрения на мой личный взгляд этот клинок можно назвать красивым клипс ножа достаточно удобная эластичная так как нож имеет не очень-то большую массу хотя впрочем для своих габаритов она не такая уж и маленькая но клипса удерживает его достаточно надежно и также клипса может быть переставлено на другую сторону логично что имея дело с флиппером в компании керша решили не делать положение клипсы ближе к клинку не могу не показать хвата этого ножа потому что действительно несмотря на небольшой размер хвата у него комфортное во-первых мало кому когда нужный но всегда проверяем и фехтовальный хват а он здесь практически идеален очень удобное место для постановки большого пальца благодаря такой вот слегка изогнутой рукоятки нож лежит в так в этом хвате вот таким образом что осевая линия ножа точно попадает на кончик то есть на самом деле здесь вот такое положительное качество формы drop point ну она действительно здесь будет сказываться кроме того вогнутые конечно спуски вот как бы в плане вот режущих хватов есть прям такое ощущение что нож такой очень юркий и удобный то есть действительно хороший товарищ на каждый день единственный нюанс о котором нужно просто знать перед как перед покупкой заключается в том что у ножа вот такой баланс то есть когда его берешь в режущий хват это нож у которого баланс прям так откровенно в рукоять ну то есть кто-то это любит я например к этому в ряде случаев отношусь с пониманием потому что в некоторых случаях функциональной задач ножа таковы что лучше чтобы нож все-таки в режущем хвате играл в руку но вот при какой-то такой более скажем так работе где нужна какая-то юркость ножа то вполне возможно что в принципе лучше бы чтобы баланс был сдвинуть немного к осевому но на самом деле то есть есть так как есть об этом просто нужно знать вот приблизительно так рукоять ножа собрана на двух вот таких вот банках плюс осевой узел то есть соответственно и нож достаточно легко просто и удобно обслуживать банки ну не то чтобы какие-то очень красивые но собственно говоря надо понимать что мы имеем дело с недорогой в принципе версии этого ножа на мой взгляд хаскер это такой довольно интересный представитель пока еще только дешевой серии ножей корпорации кай которая выпускается в китае который имеет все шансы постепенно получить более дорогие версии потому что вот на мой лично взгляд если бы не но относительная скажем так дешевизна материалов которые здесь использованы этот нож можно было бы назвать прям очень красивым а так он просто красивый интересный за относительно небольшие деньги то есть если вы в принципе следите за вот такими небольшими ножами о компании керша то скорее всего знаете что среди них обычно в более дорогих материалах хотя и в китайской серии выпускаются ножи которые сделаны теми или иными дизайнерами а тут вот это оригинальный дизайн корпорации кай и собственно говоря поэтому они его выпускают среди очень большой массы прочих других ножей однако присмотревшись к нему повнимательнее я лично вижу что у этого дизайна очень большой потенциал во первых такой нож явно может быть сделан побольше и как бы концепция будет еще такой несколько более интересный вот именно с точки зрения edc во вторых ну тут просто прямо так и просятся где-нибудь на производстве zero tolerance выпустить какую-нибудь версию которой как бы с этой стороны будет карбон с этой стороны будет титан будет какая-нибудь сталь типа 20 7 вот вот этими вот вогнутыми спусками и например размер ну так примерно процентов на 15 побольше это будет отличный отличнейший нож и дизи что же касается до вот конкретной модели husker 1380 то нужно сказать следующую вещь здесь но это очередной нож керша собственно говоря сделан с известным качеством совершенно нормальным для вот таких вот относительно недорогих ножей есть какие-то свои возможно стороны которые некоторые любители ножей подороже конечно не приемлят но если вы ищете нож за свои деньги то это очень интересный претендент просто с точки зрения концепции ножа на каждый день потому что здесь есть несколько таких интересных решений в плане рукояти и клинка которые скорее всего могут прелестить любителей подобных ножей с вами на канале мистер мистер был заливаха надеюсь что вам было интересно большое спасибо за просмотр пока